Наталья Федорова К Вере Васильевне Наталья приходит три раза в неделю. Она не только оказывает помощь пенсионерке по хозяйству, но и помогает с гигиеническими процедурами. Пять лет назад Вера Васильевна пережила первый инсульт. Затем было еще два, после каждого следовало долгое восстановление. Недавно к пенсионерке перебрался сын, но он постоянно пропадает на работе, поэтому помощь социального работника ей по-прежнему необходима. Наташа, она для меня как родная стала. Она ко мне ходит уже седьмой год. Ну, что прихоти? У меня никаких прихоти нет. Покупает продукты мне, раскладывает в холодильник, сахар пересыпает. У меня руки парализованы, одна и вторая тяжело самой. Наталья тоже признается, с годами так втянулась, что уже не мыслит в своей жизни без помощи пожилым людям. Это моя жизнь стала уже. Я без нее. Тяжело работать, естественно, и морально, и физически. С годами все тяжелее и тяжелее физически работать, ну, потому что здоровье. Сумки таскать тоже, как бы. А и морально, конечно, тяжело. У каждого свои проблемы. Эти проблемы берешь на себя. Невозможно разделить себя, и чужие проблемы, они всегда со мной. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Кулаков живет один. У сына квартира в Люберцах. К отцу, конечно, приезжает, помогает, но помощь-то нужна постоянно, сетует ветеран. Сейчас ему помогает Наталья Зайцева, у которой, помимо Николая Петровича, еще 12 подопечных. Покупаю продукты, промтовары, помогаю готовить. Мне нравится эта работа. И полы, по-моему, и тут почти себе, ой, у тебя там на плите подкапано, сейчас плиту, тут все это, и детство, и эти. Вот они сейчас шуруют, и на эти самые. Молодец, молодец, доволен ей, да, прекрасная женщина. Сейчас Николаю Петровичу 92. Прошел всю войну сначала в составе партизанского отряда, потом танкистом. Управлял легендарным Т-34 и тяжелым С-2. Дошел до Рейхстага, а оттуда до Чехословакии. После войны всю жизнь проработал на коксогазовом заводе. Сейчас, несмотря на солидный возраст, старается не пропускать парады в честь Дня Победы. И с этим тоже может помочь социальный работник. Социальный работник может взять на себя всю рутинную работу по дому. Постирать, погладить, приготовить, сходить в магазин или в аптеку. А еще убраться в квартире и помыть окна, оплатить услуги ЖКХ, оформить субсидии и сопровождать на прогулках. При необходимости такие помощники могут и покормить пожилых людей, и помочь с гигиеническими процедурами. Труженики тыла, участники войны, узники, жители блокадного Ленинграда обслуживают у нас бесплатно по социальным гарантированным услугам. Услугами социального работника могут воспользоваться женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды с 18 лет. Все, что необходимо сделать, написать заявление в Центре соцобслуживания и подготовить ряд документов.